Красота и скорость! Парковка Бобруйск-Агромаша на время превратилась в настоящий автодром. Именно здесь за звание лучшей автоледи боролись 10 конкурсанток. Сотрудницы Бобруйск-Агромаша и завода тратерных деталей и агрегатов. Очаровательным участницам организаторы поставили лишь два условия. Наличие водительского удостоверения и личного авто. Показать, что женщина на дороге не просто за рулем и красивая, она еще соблюдает все правила дорожного движения и умеет их применять. Экономист на работе и профессиональный водитель на дороге. Татьяна Курицкая за рулем уже 21 год. С диагоналкой и змейкой водитель Мазды 6 справилась на отлично. Проблем с мини-зачетом по правилам дорожного движения у Татьяны тоже не возникло. Кстати, к этому конкурсу сотрудница ТДИА подошла креативно, по-сенему украсила свою машину, говорит, помогли подруги. Конечно, волновалась, читала много, где-то вырезали что-то, где-то что-то придумывали, додумывали, образ создавали какой-то. Ну, впечатления, конечно, от конкурса остались тоже интересные, хорошие. Превратить стоянку в автодром организаторам помог Бавруйский ДСААФ. Это и неудивительно, ведь эта школа водителей – одна из лучших в городе. Семь претенденток на звание «Автоледи», кстати, ее опускницы. Данный конкурс, считаю, очень важный. И я на него открылся большой охотой. За таких конкурсов водители станут более дисциплинированными на дорогах, более грамотными, и от этого повысится безопасность. Экзамена знания ПДД девушки сдали на отлично. Высший пилотаж показали и на автодроме. По словам экспертов, мастерству фигурного вождения финалисток позавидуют большинство водителей мужчин. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.